дорогие друзья приветствую вас это видео будет посвящено джингисхану поэтому всем кому это не интересно можно закрывать это видео переходить к другому если мои персональные видео вас интересует нажмите на мой ник попадете мой канал найдите нужную себе тематику вот а это видео будет посвящено книги книгам про чингисхана теперь всем кому интересно смотреть именно это видео я хочу сказать что звук будет плохой несколько минут после этого дальше будет звук нормальный это потому что у меня была плохая камера но я решила не выбрасывать раз уж у меня фильм начал верстаться в тех обстоятельствах то то вот так все давайте смотрим дальше потом я снова вернусь к вам до тех кого заинтересовало видео именно о чингисхане кого привлекло смотреть это видео именно имя чингисхана я хочу представиться но мои мою фамилию и имя вы видите под видео я кто я такая чтобы рассказывать о чингисхане я не специалист я обычный блогер меня интересуют разные темы и тема чингисхана в том числе к тюркам или монголам я отношусь больше монголам я бурятка так что еще что еще надо сказать чтобы не было лишних вопросов всем кто будет троллить это видео хочу сказать что я буду удалять комментарии которые мне не понравится которые сочту некомпетентными а тех комментарий что будут содержать не цензурную лексику а бессмысленные комментарии российского содержания но такие бесполезные если комментарии покажется мне чем-то полезно даже если я даже не согласна с мнением комментатора я его оставлю пусть будет здоровая дискуссия и да все смотрите дальше дорогие друзья приветствую вас хочу продолжить эту историю я сейчас читаю эту книгу истории империи монголов автор и и жан пулеру французский востоковед так жан пулеру историк востоковед почетный директор национального центра научных исследований заслуженный профессор исламского искусства школе он организовал две большие выставки посвященные исламскому искусству и является автором множества книг в том числе религия тюрков и монголов у достойной премии французской академии 84 год тамерлан 91 год история монгольской империи 93 года и средняя азия история и цивилизация то есть это востоковед который и по тюркам и по монголам специалист и вот эта книга история империи монголов упомянутая здесь 93 года вот сейчас перед нами это издание издание изданное издательством бурятского госуниверситета возможно есть другие издания перевод сажены так и вот вот эта книга в таком объеме это практически единственная сейчас в мире наиболее полно собранная история и предыстория империи чингисхана изложенная в очень очень популярным языком в общем очень интересное чтение я с удовольствием читаю а вот эта брошюра изданная в 2006 году кажется так подписанных чат 2005 наверное краткое как бы изложение этой книги чингисхан и империя монголов из серии история открытия изданная здесь указаны два издательства одно из них астрель москва и издательство а ст республика тывак и зыл иллюстрированная великолепно иллюстрированной и очень популярно изложена то есть поймет любой человек даже ребенок и иллюстрации все к месту в общем жан пульру замечательной конечно ученые ученые он не не столько писатель но он замечал у него исключительно хороший литературный талант я бы сказала то есть рассказчик он замечательный вот и я вам рекомендую к прочтению эту книгу я даже хотела ее почитать начитать несколько видео вот так что вот ребята в наиболее полном виде история чингисхана империи чингисхана вот у жанна поляру на сегодняшний день именно в переводе на русский чингисхану очень много книг посвящено даже вот здесь если вы посмотрите здесь все про монголов есть очень много литературы но вот так вот чтобы все от зарождения империи и ее победное шествие это вот единственная книга на сегодняшний день так что у всех нас кто интересуется этим кто занимается этим профессионально впереди еще непаханое поле деятельности и так друзья дорогие хотите ли вы чтобы я зачитала эту книгу ну конечно же брошюру которая маленькая там в общем-то чтение займет немного времени потому что я эту книгу попыталась найти в магазинах во всех вот интернет магазинах она ее нету в общем в наличии ее можно купить там за 200 300 рублей ценник стоит 2 300 точно не помню ну какая то такая цена скорее 300 400 но ее нет в наличии в магазинах так что ищите на торрентах ищите ее но просто в магазинах книжных магазинах вашего города может быть в подержанных я не знаю где вот если хотите я вам зачитаю ну мне кажется я умею хорошо читать могу зачитать красиво с иллюстрациями да может быть мне и не надо будет вашего вашего соизволения на то может быть я соберусь и и сделаю несколько видео я не знаю наверное это не будет нарушением авторских прав так ну давайте я коротко перескажу о чем пишет жан-поль ру и о жан-поль ру если вы если вас не затруднит погуглить самим то вы увидите что жан-поль ру он больше специалист по тюркам тюрки исламский мир даже он затрагивает вот и собственно о монголах о чингисхане у него не так много трудов но по сравнению с тюркискими трудами поэтому как бы ну тут никакой ангажированности с монгольской стороны да в сторону монгольской теории монгольского происхождения великого полководца речи идти не может то есть жан-поль француз ему вообще ему одинаково мы для него одинаково равны что тюрки что монголы вот поэтому не верить ему у нас нет оснований не у вас не у нас если мы разделяемся на вы и мы что еще хотела сказать собственно его труды основанные тоже он не из головы взял не не заглянул свое сердце и свое желание вдруг вынес на свет и предъявил его миру а он собрал все какие сведения имеются на сегодняшний день это источники письменные да это летописи это труды историков средневековье ну чингисхан относится к средневековью но их более древним историком до до чингисхановские времена вот поэтому не верить ему ну нет никаких оснований зачем ему это зачем ему гнуть в чью то сторону вот коротко говоря он рассказывает о том что ну что касается нашего вопроса чингисхан монгол или тюрк то есть все письменные источники все исторические источники свидетельствует о монгольском происхождении вот прямо говорится в летописях что из одного одного из монгольских племен кстати говоря вот в этой в толстой книге история империи чингисхана там говорится там упоминается ну то есть в картах вот летописи что меня поразило я этого не знала до сей пор поры пока не увидела что там уже племена бурятов были можно можно говорить да о том что вот не говорите что вы буряты не не имеете отношения к чингисхану что скорее тюрки некоторые из тюркских племен потомки прямые потомки чингисхана но те же тория допустим вот потом товарищ лев толстой я к вам я обещала к вам персонально обратиться по имени сергей шнайдер вы говорите о том что упоминаете о том что термина казахи не существовало да я абсолютно согласна термин казахи появился позднее но я не буду на это настаивать там сейчас найдется куча адептов которые будут доказывать что казахи с древнейших времен происходили в общем что хотела сказать просто упомянуть что казахи казахи не упоминались казахов не было в то время а буряты уже были упал там говорится то есть непосредственно жан полю цитирует другой источник историков упоминать что кто-то из историков путешественников я сейчас не помню кто вот лучше бы зачитывать да чем так голословно пересказывать еще и перевирать потому что я на память говорю могу переврать но не принципиально сейчас что куда ни копни в языке сплошные тюркизмы и почему то мы не можем найти монголизмы то есть слова монгольского происхождения где вот разделить где например монголизмы в тюркских языках а где тюркизмы в монгольских языках но я слишком мало знаю для этого я не специалист не филолог и не могу вам ответить на этот вопрос но почему именно тюрках то тюрк тюрек хорошо видно даже по моим видео видно да в основном люди у меня комментирующие мои видео это тюркисты тюрки совсем мало если даже какой-то мой земляк или ну монгольской теории очень короче говоря сторонник монголов если появляется то он меня же и начинает кусать мне же что-то предъявляет и меня же обругивает что типа я тут вылезла и о чем тут еще кто я такая выперлась тут и о чем-то еще разговариваю потому что тюрки просто численно преобладают это во-первых во-вторых когда мы вот например говорим о хане тимуре тамирлане то есть в истории известно что это непосредственно потомок чингисхана в каком там в третьем или четвертом я сейчас не помню поколение но уже тюркизовавшийся то есть они уже переняли тюркский язык и вообще очень охотно когда читаешь эту историю чингисхана его завоевание видишь как он легко значит заключал браки и старался внедриться на то что численно монголов мало он старается объединиться с этими завоеванными же племенами сколько у него жен из тюркских племен жан поль ру говорит о том что монголы монголов не привлекало ну если сравнивать особенно с тюрками я вам протестирую лучше то есть он говорит о том что монголов вообще не привлекало они города завоевывали они в них не оставались им это было не интересно их стянуло обратно туда в монгольские степи к своему образу жизни почему до сей поры вот этот дух жив они не стремились становиться городскими почему до сих пор монголы живут в юртах не все конечно но почему это сохранять все остальные народу уже перестали вышли из юрт переселились в каменные дома а монголы до сих пор остаются вот потому что это как бы суть им вот нравится такой образ жизни вольный с лошадьми пасти скот в общем простор и монголы до монгольские завоеватели пройдя завоевав пол мира они все-таки вернулись обратно к себе в степи остались там жить вот об этом говорит джан полиру не в сравнении с тюрками значит те и монголы не восприняли ни одной религию но в то время как бы не не впитывали значит а тюрки они и христианство ранее нестарианство и что там зороастризм у них было в общем они прошли через все и буддизму и буддизма коснулись и в конце концов ислам приняли в общем и они стремились к роскоши к такой комфортной жизни городской да если в нынешнем понимании говорить вот так я выгляжу не совсем одета я одета вот так что вот такое короткое видео и скажите мне пожалуйста вам интересно эту книгу чтобы я сделала видео по этой книге непосредственно зачитала так что вот желаю всем интересного познания мира истории своего народа других народов всем мира дружбы пока с вами была аюна канавалова вот кстати говоря потом актеры к монголов да ты кто на рано а ты кто ты казашка нет нет она девочка большая она казашка будем говорить не что по отцу по отцовской линии ты жикий не будешь казашка ты жикий ну ладно все пока дорогие мои друзья спасибо что смотрите мой канал подписывайтесь если еще не сделали этого спасибо вам огромное за лайки а также подписывайтесь на мой инстаграм следите за моими постами всем пока